Кряк — это своеобразный навигатор в современной литературе, как русской, так и зарубежной. Организаторы рассказывают о некоторых книгах любителей читать, смогут узнать, что называется, из первых уст. Писатели и поэты проведут презентации своих новых творений. В числе приглашенных авторов в этом году — Лев Рубинштейн, Полина Барского, Виктор Ремезов и другие. Зачем приезжает писатель, чтобы поговорить со своим читателем потенциальным, представить свои книжки, рассказать о том, что побудило его это написать, что может найти там читатель. А читатели, естественно, интересуют встречные вопросы. Почему именно эта тема взволновала автора, почему именно сейчас он за это взялся. Нынешняя ярмарка — юбилейная, десятая. Три сотни участников, три сотни всевозможных мероприятий. За 10 лет существования Кряк стал известен по всей стране. Теперь сюда приезжают и зарубежные гости. В этом году ожидается солидный скандинавский десант. Ярмарка становится, ну вообще она считается в тройке самых ведущих и серьезных. Но мне кажется, по насыщенности программы, по реакции публики, по качеству книг, которые сюда привозятся, ну я бы ее смело назвала ведущей ярмаркой в России. Конечно, каждый сможет найти на Красноярской ярмарке что-то для себя. Причем это не только книги. Гостей ждут дискуссии и круглые столы, лекции и мастер-классы. Причем вход на основные площадки свободный. В финал поэтического слэма еще традиционно проводится чемпионат, в котором я, кстати, в жюри в этом году участвую, потому что в прошлом году не получилось. Я, конечно, с удовольствием жду вот этого поэтического поединка. И думаю, что будет еще интересно и деткам, потому что огромное количество новых форм работы со всем маленьким зрителем также будет показано на площадках кряк. То есть дети от полугода смогут посетить специальные форматы, которые для них предназначены. Детский писатель и многодетная мама Дарья Масунова говорит, они всей семьей посещали каждую ярмарку. И каждый раз дети уходили с ворохом книг и новых впечатлений, которых хватало на месяцы вперед. В программе этого года, говорит Дарья, тоже много интересного. И советуют родителям, что ни в коем случае нельзя пропустить. Мастер-класс по книге «Профессор Астрокот и Вселенная» проводят. Мне кажется, это обязательно нужно посетить. Наука всегда детям интересная. Или, к примеру, мне очень нравятся новинки театральные. Иван Царевич «Серый волк». Теневой спектакль. Он идет для 6+, в 2 часа, и тут же в 3 часа можно попробовать изготовить вот этих теневых кукол мастер-класс по теневому театру. То есть попробовать самому сделать с ребятишками дома. Крек – это уже давно не только книжная ярмарка. Организаторы подготовили также масштабную культурную программу. 3 и 4 ноября на сцене театра оперы и балета пройдет спектакль «Гаргантюа и Пантагрюэль». А 2-го числа меломанов ждут на концерт Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Анна Московских, Денис Тимошенко. Новости. Новости.